Что, Вась, ты тоже заходила, деточек, да? Да, Васенька? Лежит, нализывает котика одного, а тут вот Манечка лежит за вторым котиком. Вот бабушка приняла внучка, красота просто. Всем привет, всем доброго времени суток. Ну, наверное, с этого видео начну записывать в какой-нибудь влог. Вот, я повесила там кормушечку для птичек, смотрите, и они прилетели сегодня. Я вчера повесила. Вон синички, синички-воробушки. Как мне подружка говорит, ай, они тебе все окна загадят. Я говорю, ну, они же не возле окна у меня, эта кормушка, ну, а надо же кормить как-то птичек. Ну, вот, птички прилетели, нашли. Пойду сейчас семечки им насыплю. Уйди, господи, боже мой. Кормушку заказала на Валбери, 150 рублей, по-моему, стоит. Разукрасила ее, и вот такая вот красота. Муж мне говорил, вон туда на сирень повесить. Я говорю, я как-то по сугробам потом буду ходить там корм класть. А тут-то рядышком, вот, и все, и хорошо. Сейчас пойду семечек принесу, повешу им, положу им. Так, семечки взяла. И пойдем семечки положим. Ой, сегодня ветер, такой метель. О, птички пусть кушают. Вот такую разукрасила кормушку им, красивую. Испугались у меня. Сейчас они прилетят. Я пока снег почищу тут. Опять снег почищу. Муж у меня всегда говорит, что я его чистить, он и так чистый. Ну да, чистый. Пойду метелочку возьму, разгребу тропиночки. Вот у нас сегодня погода. Снег метет, ветер. Зима, короче. Вот сколько у нас сегодня снега понадуло здесь. Всю ночь задувало. О, все гробы на крыльце. Надо сейчас все это расчистить. Потому что дровами ходил. Расчистил тропинку себе. О, сколько здесь-то намело. Сразу за ночь буквально. Вчера такого не было. Дом утеплили. Снежными заносами. Что тут у нас? Птички ели, не ели. Вчера были. Оп, семечки съели, хлебушек лежит. Затопили две печки. Сразу. Ну все, фронт работы у меня есть. Сейчас я вот это все разгребу. А потом, потом домой пойду. Так, тут немножко разгребла. А тут не знаю, как выйти теперь. Все, снегом. О, где птичок? Как вот походить? Не знаю теперь. Надо как-то... А, сугроб какой. Сейчас буду отковыриваться потихонечку. Руки мерзнут. 20 градусов на улице. Холодно. Холодный ветер такой. Метель у нас продолжается. Пошла птичкам семечки вынесла. Тут маленько прочистила. Там вообще невозможно было выйти в калитку. Но муж там мне помог. Я перелезла туда, переползла. Вот, очистила. А сейчас все уже опять, вон. Все опять уже заметает. Ну, ближе к вечеру пойду почищу. Снимала телефон. Я думала, разрядился. Он у меня отключился на морозе. Я думала, все, зарядка закончилась на морозе. Пошла домой, когда включила. Там 45 процентов я домой. Мужа снимала. Как он мне тут дорогу прочищал. Калитку, вернее, открывал. Так что сегодня такая вот погода у нас. А число не помню. По-моему, 11 января, наверное. 11 или 12, не знаю. Все, пошла домой. Птичек покормила. Вынесла. Тут смотрю, они тут летают. А там одна корочка хлеба лежит. Пошла им семечек насыпала. Вот такие игры у нас. Кошачьи. Два котенка осталось. И никто не забирает их. Да? Они тут с ума сходят. Они тут бесятся, как не знаю кто. Да? Бусик. Бусик. Это Рыжик у нас. Это Рыжик. Это Бубуся. Ой, тут с ума сходят они. У нас куда только не залезут. Двоем-то. Один бы все равно поспокойнее был. А вдвоем это какой-то кошмар. Вот такие вот игры у них. Большие уже. Шторы на прищепках. Потому что они на шторы лезут. И вот так вот заметает у нас там. Зима зимняя. Метет. Метет и метет и метет. Так. Сегодня у нас уже 12 января. Сегодня поменьше намело. Но успокоился немножко ветер. Хоть и задувает еще, но... Сейчас вот моя работа. А там муж даже вчера не очищал ничего. Да, вон все перемело. Тропинки не видать. Все, пошла. Поработаю немножко. Ну, здесь опять подперли нас снегом. Опять не калитка не открывается. Но здесь-то я могу пролезть. Тут раз я даже пролезть не смогла. Вот. Смотрите, какое солнышко у нас. Солнышко. Ну, мороз. 30 градусов. Вот тут промела. Немножко прочистила. Сейчас вот здесь вот выйду. Тоже прочищу. И домой пойду. Солнышко какое хорошее. Мороз. Руки мерзнут. Руки мерзнут. Птички съели. Семечки опять. И хлебушек даже съели. Так, не видать. Вон. Пусто все. Надо вынести. Семечков им. А то они бедные. Замерзут уже. Холодно им. Такой мороз. Кошачьи игры. Боже мой. Замерзут. Из зипа. Пустой. По стилку. Она сюда вставляется. Вот так. И загибается. Замерзут. Для того, чтобы. Она расстегивается. Замерзут. Маня. Мне сегодня пришло письмо. Я не знаю от кого. Откуда. Но вижу, что. Марка. Мне так кажется с Германией. Мне почему так кажется. Открываем. Это конечно сюрприз. Я вообще в шоке. Я вообще в шоке. Мэри Крисмас. And a happy new yoke. Ну короче, с Новым годом. Ой, вообще какая красота. Смотрите, какая прелесть. Это мне прислали поздравления. Ничего себе. Прикольно. Так. Ну я конечно догадываюсь, кто это прислал мне. Напишу сейчас письмо. Это Женя. Женя из Германии. Классно. Мы учились вместе с ней. Она в курсе мобильной фотографии. Вот. Она мне уже присылала открыточку. Сейчас покажу. Вот. Такая открыточка. Тоже от нее. Как показать-то? Красиво у меня. На таком штативе стоит телефон. Что? Непонятно. Вот такая красивая открыточка. Да. Женя. Женя. Спасибо огромное. Так приятно получать открытки. Вообще. Ну это конечно здорово. Снежинка. Вот снежинка прилетела. Из-за границы. И такая вот открыточка. Классно. Спасибо огромное. Огромное приогромное. Конечно. Она знает мой адрес. Поэтому она мне высылала открыточку. Спасибо большое. Буду хранить. Буду хранить открыточки эти. И вот эту снежиночку. Вот такая красота. Конечно она к Новому году шла. Но до Нового года она не успела дойти. Но не важно. Главное она пришла. Она нашла мой адрес. Вот такая красота. Ну что. Покажусь хоть в шалюшке. Как бабушка-старушка настоящая. Да. Опять пошла на улицу снег разгребать. Сейчас сделали зарядку в эфире. Все кто хотел. Кто мы делаем зарядку. Сейчас уже. Сегодня шестой день был. Сегодня суббота. 13 января. Завтра опять снова Новый год будем отмечать. Ну кто будет. Кто не будет. Вот. А я опять вышла снег полопатить. Потому что опять метет. И ветер. И снег идет. Короче такая у нас погода. Зимняя. Снежная. Вот. Сейчас пойду. Разгребу маленько. И потом пойду вязать. Начала делать мастер-класс по Катюше. Вот. Никак у меня не получается вязать. Ну не знаю. Сегодня может быть. Сегодня немножко может быть повяжу. Так что вот такие вот дела. Сегодня у меня небольшой фронт работы. Вот. До калитки. И от калитки там еще убрать. Вот. Здесь муж маленько разгреб. Здесь тоже вот убрать. Чуть-чуть. Сколько у нас. 10 градусов мороза всего лишь. Вот. Птички там. А что-то как-то мало птичек сегодня. Может быть уже сели все. Я им выносила тут. Опять семечков вынесла. Так. Ну ладно. Все. Давайте. До встречи. В следующем подключении. И вновь у нас сугробы. Вчера такое ветрище было. Там смотрите. Там все взравняло. А там за калиткой не знаю, как будет. Вчера пошел за дровами. Нету, 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 нету. Оказывается, он тут расчищал. Ладно, все. Буду работать потихонечку. А тут-то какие барханы нанесло. Ветром надуло. Скоро окно закроет. Ой, какой. Вон снег-то плотный. Утрамбовался. Кошмар, короче. Так, ну что. Подошла к калитке. А тут я не знаю. Вот. Только настолько смогла открыть калитку. Дальше не открывается. Поэтому сейчас буду выползать в эту щель. Получится, не получится, не знаю. Вот. Многотучу. Вот такой вот сугроб там. Там еще и трактор проехал. Ну ладно, все. Солнышко светит. И вот так вот окна уже занесло. Муж печку затопил. Одну. Холодно на улице. Где-то 20. 20 чем-то. 23-25. Вчера было почти ноль. А сегодня холод. Всю ночь дуло вчера. Ужас. Ужас какой-то. Все, пошло дальше работать. Так, позвала на помощь. Там кошмар какой-то. Кошмар. Вот так вот замуровали нас. У соседа тоже там все передуло. Тропинку. Замуровали. Я не помню. В прошлом году такого не было. В прошлом году такого не было. Чудо. А нынче вот задувает и задувает. Задувает и задувает. Сейчас он дует прям. Ужас какой-то. Фух. Задувает как ветер. Ну, всем привет. Сегодня 16 января уже. Решила записать немножко о том, что у нас сегодня предстоит. Какой у нас сегодня ответственный день. Вот, сегодня встали рано. Записана у нас манюничка на операцию. Сейчас вот собираемся. Я ей сделала переносочку из коробки. Все приготовила. Сейчас я ее в сумку сначала. А там уже в переноску после операции. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Я, конечно, переживаю, потому что у нее уже почти месяц, как она беременная. Но врач сказала, что все нормально будет. Вот. Так что идем. Два котенка вот сейчас бегают. Еще никому не отдали. Но одного я себе оставляю котика. Вот. А второго-то хочется отдать, но пока никто не берет. Все кушать хотят. А я их сегодня не кормлю. Потому что, ну, кошке надо быть голодной. Вот. А эти все орут. Все хотят кушать. Котята. Я как утром стою. Они бегут. Мне шагу не дают шагнуть. Вот так вот в ногах мельтешат. До кухни. Ну, а сегодня не получилось их покормить. Поэтому или потом приду покормлю. Или муж поставит кормушку на пол. Покормит их. Так что все. Поехала на такси. Сейчас вызываю. И поехали. Ну, там, если будет возможность, что-нибудь сниму. Если не будет возможности, значит, дома сниму. На улице у нас морозяка. 30 градусов. Вообще. Холодрыга. Вот. Так что на такси едем. Ну, и я так-так бы поехала на такси. Потому что здесь не очень близко до ветеринарки. Поэтому все. Всем добра и мира. Пока-пока. Так, все. Унесли мою манечку. Сделали два укола. Это как бы просто обездвижить немножко. Сейчас там внутривенно ставят укол. И делают операцию. Фух. Змокло. Жарко здесь. Ну, вот нашу манечку. Прооперировали. Привезла ее домой. Не лезь. Пять котят было там у нее. Опять. Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Манюнечка наша. Сыночек пришел проведывать, да? Сыночек пришел. Скажет, что с мамкой случилось? Что с мамкой случилось? Что мамка лежит у нас? Да. Завязанная вся. Да. Нюхает. Да, бусик? Бусик-бабусик. Всю поднокотную записали там. Всех кошек, котят переписали. Как зовут? Сколько лет им? Я и помнить-то не помню, сколько уже маленьких-то лет нашей. Года три, да? А мы считали Василисе сколько лет? Пять или четыре? Девятнадцатого в году, по-моему. Ну, короче, где-то пять лет нынче будет, наверное. Так, ну ладно. Сегодня трудный день будет у нас. Сейчас она отойдет, когда от наркоза. Надо будет ее тут следить за ней. Ну, все. Ну что, Манечка, расскажи о своем самочувствии. Как ты себя чувствуешь? Манюсь. Слава богу, все. Все хорошо. Вот, ходит так в этом, в этой попоне. Вот эти вот веревки надо маленько укоротить. Они тут, ниточки одни остались, распустилась. Тянется одна ниточка, и все распустилось тут. Ну, ничего, слава богу, все хорошо. Детки ее тут обнимают, целуют, наглаживают, нализывают. Да, Манечка? Манюсь. А, Манюсь. Манюсь, грустненько, конечно, скажи. Скажи, все еще болит немножко, да? Да, Манюсь? Ну, трудный у нас день, конечно, был. Смотрит, кто там, что там. Трудный, конечно, день у нас был. Вот, ну, слава богу, все хорошо. Ну, и на этой позитивной, так сказать, ноте мы закругляемся. Влог закончен. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!